Всем мираба-мираба-мирабулечки! Вы на канале Turki Space. Я Владимир. Я Олеся. И давайте сегодня немного развлечемся и узнаем, какие же блюда никогда и ни за какие коврижки турок и просто не станет есть, но даже их не попробуют. И мы были бы рады, если вы поделитесь своим опытом и расскажете, от каких наших блюд ваши знакомые турки испытали гастрономический шок. Так, начнем. И первое место по праву занимает салат «Селедка под шубой». Такой салат вызовет на лице турка гримасу отвращения. А все из-за того, что в составе соленая сельдь. Турки любую соленую рыбу воспринимают за сырую и не могут себе представить, как можно есть сырую рыбу, так как и яд они только жареную рыбу. Будь то сельдь, скумбрия, лосось и так далее, только жареная. Поэтому, если вы живете с турком и принесли такую рыбу домой в надежде засолить и насладиться, убедитесь, что ваш турок под шумок ее не обжарит или не запечет. А если такая рыба еще и в перемешку с яйцом, свеклой, майонезом, для них это вообще вкусовое извращение. Мы так нашему другу турку предложили соленую скумбрию. Видели бы вы, как он скривился. Долго не мог поверить, что люди такое вообще едят. Именно поэтому и суши здесь не пользуются особой популярностью, так как сырая рыба это фу. Второе блюдо в списке – окрошка на квасе. Такого блюда они не только не видели, но даже и не слышали. Но при описании им состава блюда они лишь скажут, что это не суп, а помои, которые собрались с того, что было в холодильнике. Ну и скажут, что квас по такой цене лить в суп – это вообще извращение какое-то. Вы в своем уме? Потому что 60 лир за пол-литра. Третье блюдо в списке – это салат оливье. Для турок это вообще не салат, так как салат в понимании турок – это зелень, овощи и все это заправлено маслом и лимонным соком. А когда салат заправлен еще и майонезом, да еще и состав как у окрошки – фу. Следующее блюдо, которое турок в жизни не положит в рот – это царь русской и украинской кухни – борщ. Для турка суп, в котором плавает мясо, крупно нарезанные овощи – это что-то запредельное. И выглядит для них это даже не аппетитно, как для нас. А если вы поставите тарелку борща перед турком, он точно скривится и будет есть просто хлеб. Проты также не будут приняты овациями. Пускай это и консервы, еще и из копченой рыбы, но есть такое ни один турок не станет, просто скажет, что это невкусно. И самое странное для них блюдо – это холодец. Дрожачий, как осиновый лист и остывший до желеобразного состояния мясной бульон с мясом, то за гадость ты мне подала, скажет турок. Я что, должен есть этот жир? Точно так же любой турок скажет и про сало, что есть жир вообще не камильфо. Как вы вообще такое едите? И кто-то напишет в комментариях, что сало – это ведь свинина, а они такое не едят. Ответим, что это вовсе не так. Турки нерелигиозные едят все, что им вкусно. Например, все наши друзья – турки и курды нерелигиозные, и одного из них мы накормили салом. И он еле-еле осилил кусочек. Так вот, наш друг, когда попробовал сало, сказал, что ему похоже на салями, но, чтобы не обижать нас, сказал, что его родная кухня ему просто вкуснее. Вот так. Да есть турецкие блюда, к которым вы никогда бы не прикоснулись? Напишите в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажмите колокольчик и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. Также в описании вы найдете наш сайт, куда вы можете обратиться с просьбой арендовать вам квартиру в Стамбуле. Подняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.